Всем привет! Сегодня будет небольшой обзор аккумулятора для умного замка Nuki. Он подходит к версии замка 1 и к версии замка 2.0. Но перед тем, как мы посмотрим, что из себя представляет этот аккумулятор и что здесь в коробке, я вам покажу аксессуары, которые можно еще приобрести на сайте Nuki. Это такой адаптер для барашка. Если, допустим, у вас замок с барашком, и вам нужно использовать не ключ, а этот адаптер для того, чтобы установить умный замок. Их несколько видов. Его можно заказать бесплатно у них на сайте. Я взял вот такой, попробую ради интереса. Хотя замок у меня уже установлен и все прекрасно работает. Об этом вы можете посмотреть в видео. Я оставлю ссылку в верхнем правом углу. Еще можно приобрести вот такой брелок. Это кнопка, которая позволяет вам настраивать определенные действия на замок. Например, открыть его, просто закрыть или сделать и открыть, и закрыть, или другие функции замка. Все это настраивается в приложении. Кнопку можно привязать через Bluetooth. Сейчас посмотрим. Здесь небольшая инструкция, в том числе есть и русский язык. Вот такой вот небольшой брелок. Кнопка, светодиод. И здесь технические данные. Используется батарейка CR1632. Этот брелок удобно использовать, например, детям, чтобы не носить с собой ключи. И в случае, если он потеряется, его можно из программы отцепить от замка, и никто не сможет воспользоваться им. Перейдем к самому аккумулятору. Назвали они его PowerPack, из-за того, что этот аккумулятор можно подзаряжать отдельно от замка. Сейчас мы рассмотрим это. Powerio Smart Lock. Здесь, на коробке сзади, вы можете посмотреть технические данные. 2,5 Ач, насколько я понимаю. 12 Вт в час имеет этот аккумулятор. Производитель нам говорит о том, что с одного аккумулятора замок сможет проработать до одного года. При том, что на данный момент, используя обычные аккумуляторы, мне их хватает примерно на 3-3,5 месяца работы замка, так как я его использую. Понятное дело, что чем у вас больше людей в квартире, чем чаще вы пользуетесь замком, чем чаще пользуетесь функциями, например, Lock & Go. Это функция, которая позволяет вам нажать на кнопку, замок откроется, вы выйдете из квартиры, просто закройте дверь, и он обратно закроется. Эти функции, понятное дело, тратят дополнительную энергию. Давайте посмотрим, что здесь внутри. Перед тем, как показать, вот, коробка приходит запечатана с трех сторон. Я уже отрезал эти помбы. Вот, и встречает нас инструкция. Давайте быстренько посмотрим. Она заклеена. Вроде бы все симпатично упаковано. У нас есть, присутствует русский язык. Дальше иллюстрации о том, как его установить. Все очень просто. Достаем вот этот вот бокс, где находятся у нас батарейки, и вставляем вместо него аккумулятор. Вот здесь все подробно расписано. Его можно заряжать постоянно. Например, подключить питание и оставить так замок, и он будет работать от питания через этот аккумулятор. Тут еще информация о том, что если вы подключаете его постоянно к розетке, то убедитесь, что кабель будет с левой стороны, или с какой стороны у вас открывается дверь, чтобы не мешал. Ну, оставим инструкцию в сторону. Вот как приходит упакован наш аккумулятор. В комплекте есть небольшой кабель. Это USB-A на USB-C, что не может не радовать. Он не длинный. Здесь где-то, не знаю, 30-40 см, не больше. И достаем сам аккумулятор. Вот как он выглядит. Он чуть больше, чем крышка от отсека с батарейками, куда они, в принципе, устанавливаются. Здесь порт для зарядки. Здесь можно увидеть, что это отдельные четыре аккумулятора. Вот они даже двигаются. Здесь пружины. И сделано так, что его можно заряжать отдельно, доставая из замка, а можно заряжать прямо внутри замка. Здесь белый светодиод, достаточно яркий, который мигает, пока вы заряжаете. Он медленно мигает, пока заряжается. Он гаснет, когда уже заряжено. И быстро мигает, если что-то произошло не то. Например, короткое замыкание или еще что-то. Здесь также можно увидеть серийный номер. Данные. Это металл-гидридный аккумулятор. В инструкции написано, что он не будет заряжаться, если он на данный момент заряжен на 75%. Видимо, это сделано специально, чтобы не портить аккумуляторы. Так что не пугайтесь, если вы подключили, и заряд не идет. Такой вот, достаточно тяжелый. Заряжается он часов 10, написано в инструкции. Так что емкость у него достаточно большая. Я его сейчас подключу к замку, и мы посмотрим, как он работает. Работает. Видно ли в программе процент заряда батареи, и насколько он выпирает по сравнению с обычной крышкой от замка. Ну что, давайте подключать. Сначала нам нужно достать батарейный отсек. Вот как он выглядит. Здесь у меня установлены аккумуляторные батареи, которые заряжаются отдельно. Каждый подключается к кабелям для зарядки. А теперь сравним им. Разница только в том, что здесь выступает часть, которая используется для зарядки аккумулятора. Давайте подключим. После каждого подключения питания замок производит калибровку. То, что мы сейчас и увидели. Теперь он выступает с нижней стороны почти на сантиметр. Перейдем в приложение. После установки аккумулятора PowerPack нам нужно зайти в приложение и выбрать соответствующий пункт меню. Для этого переходим на Manage My Device. Выбираем здесь Smart Lock. Выбираем наш замок. Manage Smart Lock. Ждем подключения к замку. Далее переходим к пункту тип батареек. Если у вас установлены обычные батарейки. Здесь галочка будет на Alkaline Batteries. У меня стоят литиевые. Сейчас нам нужно переключить на PowerPack или другие типы аккумуляторов. Сохраняется. И все. Теперь наш замок будет знать о том, что установлен именно этот тип аккумулятора. И еще покажу вам кое-что. В самом низу приложения есть функции, которые можно настроить на брелок, которые я показывал в начале видео. Вот одно нажатие Nuki Fob. Это Intelligent. Вот все варианты, которые мы можем. Intelligent означает, что если закрыт, он откроет. Если открыт, закроет. Следующий пункт Unlock. Это открыть. Lock закрыть. Lock and Go это функция, при которой нажимаете, он открывается. Вы выходите, он закрывается обратно. Но Action это ничего не делать. У нас есть одно нажатие, два нажатия и три нажатия. На эту кнопку. Это все можно настроить. Это очень удобно. Спасибо, что посмотрели этот обзор. Надеюсь, вам было интересно. Если есть вопросы, задавайте в комментариях.